Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 21 глава, 19 стих, и также послание Иакова, 1 глава со 2 по 4 стих, мы зададимся следующим вопросом. Как мы спасаемся через терпение? А сложность этого вопроса заключается в том, что мы вообще не спасаемся нашими делами, как говорит очень подробно апостол Павел, особенно в таких своих посланиях, как послание к римлянам и послание к галатам. Почему же мы должны спасаться терпением? Но об этом прямо и говорит евангелист Лука, причем он приводит слова Христа, Сына Божия. Прочитаем Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих, здесь присутствует такой призыв «Терпением вашим спасайте души ваши». Как это понять? Как это уразуметь? Если у того же апостола Павла в послании к римлянам во второй главе сказано, что делами плоти не оправдается перед ним никакая плоть. Давайте прочитаем внимательно следующий отрывок. Послание Иакова, брата Господня, 1 глава, со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Что мы здесь видим? Господь не просто нам предлагает спасение. Спасение в ортодоксальном церковном понимании – это совершенство. А любая привязанность мелочная, которая отвлекает нас от совершенства, от святости, она может оказать нам какую-то очень печальную услугу. Итак, здесь мы видим, почему важно проявлять терпение. Например, блаженный Августин в свое время писал, «Добродетель души, называемая терпением, является столь великим даром Божьим, что мы даже проповедуем терпение того, то есть Христа, кто дарует его нам». И действительно, если мы посмотрим на Христа, когда он проявлял терпение, это образец для нас. Будучи злословим, он не злословил. И пример его смирения, терпение обнаруживает мужество и стойкость, и божественную непоколебимость. Нам очень важно стремиться к такому состоянию, осознавая, что если не хватит у нас терпения, то это может означать, что мы сойдем с правильного пути. Поэтому будем источником терпения видеть самого Христа, который претерпел за нас муки, страдания и саму смерть. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих сказано, «Печаль мирская производит смерть». Печаль мирская, которая производит смерть – это нетерпеливость, это отсутствие мужественности. Как говорят, что трус умирает много раз, а человек мужественный – один раз. И еще в книге Иисуса сына Сирахова, 30 глава, 25 стих сказано, «Печаль многих убила, а пользы в ней нет». А действительно, какая же польза в печали, если она доводит нас до отчаяния, особенно печаль мирская, которая производит смерть духовную, нравственную, моральную, прежде смерти физической. Таким образом, существует необходимость в такой добродетели, которая бы оберегала благо нашего рассудка от излишней печали, чтобы разум не уступал печали, терпел, и в терпении, чтобы человек преодолевал вот эти страхи, которые обрушиваются на него. И вот в связи с этим блаженный Августин говорит, что терпение человека есть то, посредством чего он претерпевает зло со спокойным, то есть неповрежденным печалью, умом, иначе он мог бы вследствие обеспокоенности ума отказаться от тех благ, с помощью которых он продвигается в лучшем для себя направлении. Вот для чего нам нужно терпение, вот почему оно является некой спасительной силой. И сам Христос говорит, Евангелие от Матфея 24, 13, претерпевшись же до конца, спасется. Причем, братья и сестры, друзья, претерпевая временно в этой земной жизни, мы обеспечим себе блаженную вечность. Таким образом, терпение, любое терпение, оно будет оправдано старицей и старицей. И, напротив, если мы не проявим терпение, провалимся в уныние, в печаль, то, сойдя с истинного пути, мы можем оказаться в месте, где плач искрежет зубов, и там никакого терпения никому не хватит. И я думаю, что многие задаются вопросом, а как же нам усилить в себе терпение, если оно обладает такой спасительной силой? Как мы можем вооружиться против печали, смертной печали, тоски? Я уже как-то приводил этот пример, расскажу еще раз. Один мой знакомый журналист, он тогда работал в московском комсомольце, он договорился еще в Москве, что он будет брать интервью у Салмана Радуева. Ну, тот тогда еще был боевик, его еще не арестовали. И они договорились, прибыли в Чеченскую республику, там нашли людей, те их вывели на Радуева. Радуев посмотрел на этого журналиста и на его оператора, а потом сказал, обращаясь к своим людям, причем по-русски, это шпионы, пойдите их расстреляйте. И вот этот журналист мне рассказывал, что мы выходим, нас ведут расстреливать, и вот такая смертная тоска обрушилась на душу, и ты понимаешь, что уже ничего не можешь изменить. Ты потерял всякую надежду. Потом высовывается Радуев в окно и кричит, давайте их назад будем чай пить. Как же нам усилить себя, чтобы наше терпение было совершенным? Для этого нам надо принять всеоружие Божие. Что это за всеоружие Божие? Послание к Ефесянам, шестая глава с 13 по 18 стих. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый. День злый – это всякий такой момент в нашей жизни, когда испытание становится чем-то невыносимым. дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности. Что значит припоясать чресло истинною? Надо осознать, что та вера, те вероубеждения, которые для нас являются нашими, они истинны, ибо проистекают от самого источника истины, то есть от Христа, который сам говорил о себе, что он есть истина и жизнь, и путь. Что значит облегшись в броню праведности? Надо стараться жить так, чтобы дьявол не нашел бы в нас вот того, что близко ему. Даже если человек, христианин, подал в ужасные грехи, в чудовищные грехи, прекращая движение греха в своей жизни, он достигает освобождения от власти греха и обувь ноги в готовность благоествовать мир. Что это за обувь? Обувь ноги в готовность благоествовать мир. Мы знаем, что наша вера, конечно, есть великое наше наследие, достояние, но мы должны с поспешностью делиться этим наследием веры и с другими людьми, которые еще не приобщились к ней. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Кто-то из вас, наверное, спрашивает, а где найти этот щит веры? Я бы взял бы его в руку и не расставался бы с ним. Источник веры один – это Слово Божие. И когда вы читаете Писание и укрепляете себя словами библейского откровения, это и означает, что в ваших руках щит веры. Ибо сказано – вера от слышания, а слышание – от Слова Божия. Далее. И шлем спасения возьмите. А как можно взять шлем спасения? В голове своей – шлем одевается на голову – надо иметь мысль о том, что истинное учение Христа – это и есть путь спасения. И мы стараемся идти по нему. И меч духовный, который есть Слово Божие. Меч духовный – это меч обоюдосторонний, то есть заточенный от двух сторон, то есть все священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, то есть с дерзновением души, но это не значит эмоционально, и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть мы молимся о всем народе Божьем, а весь народ Божий молится о нас. Таким образом мы чувствуем молитвенную поддержку, которую проявляем по отношению друг к другу. И вот святитель Игнатий в своем Отечнике приводит такой пример спасительного терпения. Братья пришли к некому святому старцу, который пребывал в безмолвии, в пустынном месте, и увидели вне его монастыря мальчиков, пасущих скот и произносящих при этом неприличные слова. Повидавшись со старцем, исповедовав ему свои помышления и ощутив душевную пользу от его наставления, братья спросили, «Ава, почему ты позволяешь этим мальчикам быть близ тебя и кричать непристойно?» Старец отвечал, «Поверьте мне, братья, бывают дни, что порываюсь запретить им, но останавливаю себя, говоря, если я не снесу этого малого беспокойства, то как снесу большее искушение, если попустит его Бог?» По этой причине ничего не говорю им, чтобы образовался во мне навык терпеливо переносить все происходящее. А теперь давайте вспомним все те случаи, когда мы вместо того, чтобы оттачивать свое терпение, усиливать его, срывались на какой-то крик. Итак, вооружимся этой мыслью, что претерпевший до конца спасется, и будем терпеливы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok